Три мирных жителя погибли сегодня ночью в результате обстрела Горловки. Двое детей получили серьезные ранения. Их госпитализировали. Об этом сообщили Минобороны ДНР. Силовики вели огонь по жилым районам города. Кроме того, военные снова били по Донецку. Пострадали также населенные пункты Спартак, Широкина, Красный Октябрь. Всего ополченцы зафиксировали почти 40 нарушений перемирия. Били силовики в основном из минометов, но использовали также зенитную установку и град. Алексей Платонов следит за ситуацией. Уже который день в Донбассе утро лишь продолжение ночи. Силовики с рассветом не прекращают обстреливать населенные пункты. Бьют по Спартаку, Веселому, Широкину, Горловке. За год боевых действий жители научились различать особенности залпов. И хотя канонада звучит практически постоянно, в укрытии спешат лишь случаи реальной опасности. Это не на поселок. Это вот по кругу ходит. Когда на поселок, извините, мы уже это чувствуем. Особенно массированным обстрелом в последние дни подвергаются окраинные Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Они ближе всего к линии фронта. На Кремлевском проспекте, Богатырской и Пятницкой улицах разрушены или сгорели десятки домов. Снаряды попали в детский сад, больницу и рынок. Серьезно повреждены линии электропередачи, котельные. Почти сутки в районе не было воды. Повреждений очень много. Все окна повылетали, некоторые с рамами. Крышу пробило, трубопроводы и воды, и газа. У подъезда в полуразрушенных домов в основном старики. Многим просто некуда ехать. Оставаться, значит, постоянно подвергать себе опасности. Когда поражение разорвало, там бы эта мина, уже слов нет. Каждый день, каждый день уже. Это ж ужас, ужас. Что мы ему должны? За что он нас так мучает? Ну куда идти? Ну куда идти? Господи, боже мой, с этой земли сродной. Всего, по данным Минобороны ДНР, за минувшие сутки украинские военные 38 раз нарушали режим прекращения огня. И нет никаких сомнений, что в течение дня этот список существенно пополнится. Силовики резко активизировались на прошлой неделе и ведут обстрелы по нарастающей. Командование ополчения усматривает в этом не просто нарушение минских договоренностей, а намерение Киева снова развязать на юго-востоке полномасштабные боевые действия. Последнее время, последняя неделя начали очень сильно. Как-то активизировались, они ожили. А это танки, минометы 120-е в основном. Сейчас начали снайперы работать. Нормально уже не походишь там. Так что, ладно, ухо новостроное. Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают наблюдение за обстановкой. Районы, которые невозможно посетить из соображений безопасности, например, Широкино, контролируются с помощью беспилотных летательных аппаратов. В свежем отчете миссии десятки танков, бронемашин, минометов и гаубиц, с которых по минским договоренностям в зоне соприкосновения быть не должно. Но украинские военные тяжелую технику не отводят. Наоборот, отмечено серьезное усиление группировки. Алексей Платонов, ТВ-центр. Сегодня утром автомобили МЧС России с гуманитарной помощью благополучно прибыли в Донецк и Луганск. Более сотни белых грузовиков доставили свыше тысячи тонн продуктов питания, медикаментов, стройматериалов, а также учебники для школ и вузов. Перед границей, по традиции, конвой разделился на две группы. В досмотре участвовали украинские таможенники. Формирование колонны накануне завершилось в Донском спасательном центре, куда грузы привезли из разных регионов страны, в том числе и из столицы. Воспитанники 1-го московского кадетского корпуса подготовили для луганских курсантов теплую одежду, обувь и канцелярские товары. Тушение сильнейшего пожара на нефтебазе под Киевом продолжается уже третьи сутки. Накануне там взорвались еще около пяти цистерн с топливом, как заявили в украинской службе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели заранее предполагали, что это произойдет, всю технику и людей от места ЧП успели отвезти. В МВД Украины отметили, что на нефтебазе могли производить и хранить фальсифицированный бензин. Таким образом подтверждается основная версия причины возгорания — нарушение правил безопасности. В ликвидации пожара участвуют более 300 спасателей и десятки единиц техники. За сутки удалось потушить еще два резервуара, а в данный момент горит одна цистерна. Пожарные настаивают на том, чтобы дать топливу полностью выгореть. Вашингтон пригрозил Москве новыми санкциями. При этом требования, которые выдвигает Белый дом, традиционно абсурдные. Россия должна вывести свои войска из Донбасса, которые США упорно видят на территории Украины. Тон риторики сейчас задают переговоры высокопоставленных американских политиков с Арсением Яценюком, который находится с визитом в Соединенных Штатах. А в Киеве, в свою очередь, встретили Саманту Пауэр. Лилия Попова продолжит тему. Политическая жизнь в Киеве бьет ключом. Что ни день, то высокие гости. Самые дорогие из Штатов. Представитель Америки в Организации Объединенных Наций, известная своим поведением на грани хамства по отношению к своему российскому коллеге Виталию Чуркину, в столице Украины первым делом отправилась на Площадь Независимости. Саманта Пауэр прошла к мемориалу героям Небесной Сотни, зажгла свечу возле фотографии погибших и, конечно же, сразу заговорила на свою излюбленную тему. Очень важное послание пришло от Большой Семерки. Санкции против России будут сохранены до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены полностью. Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы ускорить процесс, который продвигается слишком медленно. Во время встречи с Петром Порошенко Пауэр заверила его, США поддерживают Украину на двух фронтах. Противодействие российской агрессии и построение открытого и эффективного правительства. В настоящий момент представители этого правительства, премьер Яценюк и глава Минфина Наталья Ерейско, находятся с визитом в США. Темы для разговоров с высокопоставленными американцами неизменны. Дайте денег маленькой бедной стране, на которую напала ядерная держава. А после встречи с главой МВФ Кристин Лагард, Арсений Яценюк и вовсе заявил, чтобы помочь украинскому народу, ему нужно простить все долги. Средства частных кредиторов должны быть реструктуризированы. Другого пути, кроме как принять условия Киева и списать часть долгов, не существует. Каждый должен сделать свой вклад в то, чтобы помочь украинскому народу. Украина даже не хочет, а уже требует, чтобы ей простили 15 миллиардов евро. Накануне специальный комитет кредиторов и представители Минфина незалежной не смогли прийти к соглашению о реструктуризации долга. 19 мая Рада приняла закон, позволяющий приостанавливать выплаты. Сейчас, когда подходит срок очередных платежей, глава Министерства финансов Наталья Ерейско заявила, что готова ввести мораторий на выплаты. На войну в Донбассе, которая обходится правительству, в 7 миллионов долларов ежедневно деньги находятся, а на погашение взятых займов почему-то нет. Равно, как и на поддержку собственного населения, особенно его социально незащищенных слоев. 1 июня Рада лишила права бесплатного проезда ряд льготников. Очередной этап затягивания поясов ждет украинских пенсионеров 1 июля, когда в силу вступит закон, фактически сводящий на нет социальные выплаты. И Киев ясно дал понять, что будет с несогласными. Эти фотографии в соцсеть выложил участник очередного Майдана. В воскресенье на площади независимости появились палатки людей, недовольных политикой Порошенко. Первое, что я сказал, когда в 6 утра добрался до порога ближайшей родной души и позвонил в дверь, пожалуйста, не пугайся. Снимки сделаны в Украине через 2 часа после того, как меня выбросили в лесу утром 8 июня 2015 года. Рустам Тажбаев рассказал, что всю ночь его пытали и избивали неизвестные люди. На рассвете выбросили в лесу. Сейчас он находится в США, куда сбежал от преследования. На Украине те, кто всего лишь полтора года назад также стоял на Майдане, назвали Тажбаева провокатором, получающим деньги от ДНР. Сам он считает, что остался жив только благодаря американскому паспорту. Скандал со штатами Киеву явно не нужен. Лилия Попова, ТВ-центр. Россия беспокоена ростом террористической активности на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании группы стратегического ведения России и исламский мир. По мнению министра, Россию и страны исламского мира объединяет признание верховенства международного права в решение спорных вопросов между государствами. Сергей Лавров отметил, что нередко линии противостояний в исламском мире совпадают с линиями конфессионального разделения. И в условиях, когда все эти угрозы возрастают, востребован широкий масштабный взгляд на вещи. Мы рассчитываем также, что вы сможете обсудить инициативу, которую выдвинула Россия и на поддержку которой мы рассчитываем, провести под эгидой Совета Безопасности ООН анализ проблем, которые лежат в основе усиления экстремизма и терроризма на пространстве Ближнего Востока и Севера Африки, во всей их совокупности, без каких-либо двойных стандартов, на основе единых критериев, рассмотреть все эти проблемы, все корни этих проблем, включая арабо-израильский конфликт. Вопросы взаимоотношения государства и средств массовой информации обсуждали сегодня на Всемирном конгрессе русской прессы, который в эти дни проходит в Москве. В рамках пленарной сессии выступил Дмитрий Медведев. Среди участников конгресса около 500 издателей, главных редакторов зарубежных газет на русском языке и ведущих журналистов из 63 стран мира. Приветствую собравшихся, премьер особо отметил значимость работы русскоязычных СМИ в других странах. Вы, как никто, чувствуете Россию и способны понять наши проблемы, и при этом обладаете опытом жизни в другой стране, то есть смотрите на ситуацию несколько из другого угла, и такое сочетание помогает решать более сложную задачу. С одной стороны, для миллионов людей вы становитесь главным проводником в новую жизнь, и благодаря этому люди все-таки сохраняют свою идентичность, язык, культуру, и даже вдали от России не чувствуют себя полностью оторванными от нее. В Средиземном море в активную фазу вступили совместные военные учения России и Египта «Мост Дружбы-2015». Боевые корабли двух стран вышли из порта Александрия. Военным предстояло выполнить этап развертывания в назначенном районе акватории, а также отразить атаки условного противника. Кроме того, моряки отработали досмотр подозрительных судов, организацию противовоздушной обороны и пополнение запасов с вертолета. От России в учениях участвуют пять судов. Среди них гвардейский ракетный крейсер «Москва», на котором расположен штаб руководства и большой десантный корабль Балтийского флота «Александр Шабалин». В составе египетского отряда также пять боевых машин, танкер, фрегаты и ракетные катера. Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 122. Одна из пациентов — беременная женщина. С подозрением на заболевание трех человек госпитализировали в Китае. Все они недавно вернулись из Сеула. Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны, где существует опасность заражения. Только на пограничных пунктах Приморья медики ежедневно осматривают около 300 человек. По информации врачей, пока ни одного заболевшего не выявлено. Несмотря на тревожные сообщения с корейского полуострова, это направление все еще пользуется спросом у наших туристов. Геннадий Картелев с подробностями из Владивостока. В турфирмах Владивостока горячая пора, лето, много заказов. Но туристов, покупающих путевки в Сеул, стало заметно меньше. Приморцев уже не привлекают низкие цены и разнообразие отдыха. По сравнению с прошлым годом, значительно уменьшилось количество туристов именно в Южную Корею. Но те туристы, которые нас забронировали заранее, свои туры не отменяют. У нас нет отказов по броням. Несмотря на то, что паника вокруг эпидемии опасного вируса набирает обороты от поездки в самый эпицентр его распространения, большинство людей не отказывается. Рейс Владивосток-Сеул по-прежнему остается одним из самых популярных среди туристов Приморья. Около 200 человек ежедневно выбирают это направление. Долгожданный отпуск вместе с надеждой на теплую погоду и то, что повезет. Яна Любченко об опасном вирусе слышала, но это не остановило ее от поездки за границу. Туда она отправляется впервые вместе с детьми. Волнуется, ведь в Южной Корее семье предстоит провести две недели. Немножко, конечно, есть опасения за детей, но я не думаю, что это настолько все серьезно. И мы на всякий случай взяли даже маски с собой. Пока менять свои билеты приморцы не торопятся. В отличие от иностранцев, которые только по официальной статистике вернули 20 тысяч путевок. Бесстрашных клиентов, которые все-таки решились на отпуск в Южной Корее, в турфирмах предупреждают о потенциальной угрозе. Их просят следить за состоянием своего здоровья и помнить о симптомах коронавируса. Они, кстати, похожи на обычную простуду. У заболевшего сильный жар и кашель. Ни один из приморских туристов, прилетевших из Южной Кореи, пока за медицинской помощью не обращался. Но опасения остаются. Все люди в масках в аэропорту. Поэтому можно сказать, что паника есть. Врачи уточняют, в случае заражения коронавирусом смерть наступает в редких случаях. На днях в Южной Корее скончался десятый человек. Все погибшие люди старшего поколения, которые страдали хроническими заболеваниями. Лечение как для всех острых респираторных заболеваний. То есть дыхательная поддержка, интерфероны, поддержка иммунного статуса. Для того, чтобы опасный вирус не проник на территорию России, в аэропортах страны эпидемиологи проверяют каждого прилетающего из Азии пассажира. Сканируют тепловизорами еще утра по самолету. При малейшем подозрении на симптомы коронавируса будут отправлять для детального обследования карантинный блок. В Польше в отставку ушли спикер парламента и сразу несколько министров. Поводом стали попавшие в интернет записи частных разговоров, которые компрометировали польскую политику. Прошения об отставках были приняты премьер-министром Евой Копыч. Она сообщила, что свои полномочия сложили министр государственной казны, министр здравоохранения, министр спорта, а также целый ряд их заместителей и глава группы советников премьера. Наибольший резонанс получила огласка деталей уголовного дела о незаконном прослушивании разговоров спикера Сейма Радослава Сикорского. Настоянием общественности стала его прошлогодняя частная беседа, в которой Сикорский, будучи еще министром иностранных дел кабинета Дональда Тоска, жестко критикует внешнюю политику своего шефа, отмечая, что дружба с американцами в итоге поссорит Польшу с Германией и Россией. До конца лета в столице проведут капитальный ремонт дорог. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства благоустройства Петр Бирюков. По его словам, программу «Моя улица» в этом году включили 2000 улиц и переулков. Это почти 12,5 миллионов квадратных метров дорог. Заменить планируется не только асфальт, но и бордюры. На городских улицах будут проводить разграничения зон для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. Для удобства москвичей ремонтные работы ведутся исключительно в ночное время. На 48 улицах, в летних министральных улицах будут проведены крупные реконструктивные работы. Введена абсолютно новая система укладки асфальта, новые технологии, новые материалы. И работы в основном проводятся у нас с 23 до 4 часов утра следующих суток. Надо потерпеть с тем, чтобы до 1 сентября мы практически завершили все ремонтные работы.